Эх, Таня Матаня! Сегодняшняя тема Какая температура должна быть еда при вводе прикорма? Малыш начал кушать вашу еду А он привык к температуре молока мамы Поэтому первое время Всё питьё Вы подогреваете до температуры 38 градусов Вы это делаете для того, чтобы ребёнок Начал её пить и попробовал на вкус Примерно с месяца вы так делаете Потом любые соки и компоты Вы можете уже не подогревать Но если вы достали из холодильника Поставить и довести до комнатной температуры После того, как вы приучили комнатную температуру Можете спокойно давать ребёнку еду из холодильника Я из холодильника не грею ни йогурты, ни соки Ничего Достала и даю Ничего не случится Вы пьёте из холодильника И ребёнок пьёт Никакое горло у меня не болит Ничего с этим не происходит Есть мамы, которые в год уже начинают давать мороженое Вот я не даю мороженое Потому что считаю, что его состав сейчас уже не идеальный Там тоже чё-то чё-то напихина И вообще, в принципе, остерегаюсь Есть мамы, которые дают И ребёнок прекрасно ест И не болеет Дальше Это вот про нагревание Овощи Вот посудите по себе Овощи перевариваются только в тёплом виде Лучше в нашем организме Особенно если жиросодержащие Поэтому овощи нужно подогревать Выше температуры тела Для того, чтобы они переварились То же самое относится к мясу И каше Особенно если кашу Вы варите на молоке И добавляете в масло Оно должно быть тёплое, но не горячее Градусов 40 Это очень хорошая температура Которая ребёнка есть Нельзя давать перегретую еду Это немножко вредно для организма Для горла Для желудка И ребёнок может обжечься Просто элементарно Поэтому температура должна быть нормальной Как же измерить температуру еду в домашних условиях? Для этого мы используем запястье На температуру проверяем следующим образом Вот так вот себе капаем Вот И должно это быть терпимо Вот Почему запястье? Потому что оно чувствительное То есть у нас есть несколько таких вот мест Которые такие же чувствительные Как язычок Это наши щитовки Ноги, естественно, не подходят Это локоть Очень часто мама там Воду меряет температуру Когда пупает ребёнка локтём И запястье Почему на язык Не очень удобно? Потому что Вам нужно использовать свою ложку А вы когда накладываете Не хочется сто ложек-то использовать Хочется использовать только ложку ребёнка А это как бы не совсем гигиенично Поэтому на запястье и хорошо Потом язык если обожгёшь Пища реально может быть горячей То, сами понимаете Не оберёшься неприятности Очень неприятно обжечь язык Поэтому вот такой вот есть способ уже Отработанный Дальше Ещё одна тонкость Когда вы меряете температуру воды Вы её должны перемешать Почему? Потому что вот особенно у каши И вообще у густой пищи Есть свойства Сверху она остынет Внутри Она будет горячей И вы так сверху Если попробуете То начнёте скамить ребёнка А он зачеркнёт полностью ложку И всё Пиши пропал Да Будет неприятная история Именно по этой же причине Вот пальцем Во-первых, не гигиенично Пальцем в пищу Вот Боя Тюбой А во-вторых, вы тоже можете попробовать Только верхний слой Поэтому вот такие вот тонкости Существуют специальные ребилки Конечно, для температуры Но они обычно используются Для измерения температуры Мяса То есть толстого такого продукта Который нужно проткнуть И понять, готов он или нет Измерив внутри него температуру Обычно в промышленном масштабе Когда готовят В таком В большом производстве Кулинарии И тогда вот используют Вот эти домашние какие-то градусники Ну вот они Все в основном до 40 градусов Если меряют больше Ну в принципе Просто не нужна такая точность Нужно, чтобы просто она была Такой температуры Комфортной Чтобы ребенку Она была не обжигающей Но и не холодной Поэтому в принципе Достаточно вот Таким способом Измерять Еще Если это тяжелое мясо Например Вы даете Там берете Там написано Мясо ягненка Это такие более тяжелые жиры И лучше запивать теплой пищи Теплой жидкостью То есть Например Теплым чайком Теплым молочком То есть Для того, чтобы Все это переварилось Потому что это содержит Уже более сложные жиры Удачи вам Это Таня Матаня Пока-пока Тема прикорма Подходит к концу И скоро начинается уже Новый цикл Осталось две темки Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok